Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли-ли Вот смотри, один из вопросов, который часто-часто задается нам, это какие психологические, психотехники, подходы мы используем в инфодайвинге? То есть предполагается, что, даже вопрос задают, какие направления вы соединили в инфодайинге, чтобы получить вот такие результаты. То есть предполагается, что мы прошли кучу программ обучающих, каких-то психологических, переварили их, подумали внимательно и создали микс. Как ты к этому вообще относишься? Ну, конечно, это не так. Это не инфодайлинги. Абсолютно точно. Но ты знаешь, я смотрю, что вот этот подход в психологии, он очень-очень распространен. Основные направления, которые сейчас современные рождаются, называются просто другими словами. И, кстати, про инфодайвинг. Тут же не успел появиться инфодайвинг, появились другие виды дайвинга. И инфохивинг появился, еще там что-то. Всякая ерунда. То есть человек пытается намиксовать, свалить все в кучу и выдать за свое, продать подороже. А результата нет. Ну, а почему нет? А все потому же, что сборная, все не свое. Не свое. Искренности нет? Нет. Открытости нет? Нет. Человек пытается подмять чужое под себя, выдать за свое. Это о чем? Это о искренности? Это о правде? Нет. И, соответственно, раз информация перекрывается. Это один момент, да? Второй момент. Вот в этом плане, наверное, это моя грубость, и меня все время за это критикует муж. Он говорит, ты, когда выступаешь на приличной аудитории, должна говорить приличным языком. Но все вещи должны называться своими именами, да? Я такая, какая я есть. Не нравится? Не смотрите. Но, если человек проживает озарение, это счастье, это как очень вкусная еда, да? Тебе Бог дарит вкусную еду, и ты ее вкушаешь, и есть в теле даже сладость после этого озарения, вот этот вкус жизни классный, да? Когда ты берешь чужие мысли, чужие психотехники, чужие направления, это то же самое, что переваренная еда. Пардон, господа, это то же самое, что и есть экскременты. Я культурно говорю. Удивительно. Но факт остается фактом. Чужая, чужое озарение, чужая прожитая информация, чужой подарок Бога, какой бы ни был вкусный торт, который съел царь, все, что осталось после царя, уже невкусное. Вот здесь то же самое. И вот то, что психология переваривает, миксует, обсасывает и пытается, даже в науке концепция какая, почему инфодайвинг получается оторван от науки? Потому что нету подосновы, на которой стоит инфодайвинг. Хотя фактически, если посмотреть глубже, она есть. Гипноз-то есть? Ну да, согласна. Мы начинали с гипноза. Мы начинали с гипноза и только потом перешли в парасомномбулические состояния, пошли глубже и ушли в субъективное восприятие. И все, от гипноза ничего не осталось. Даже психотехник от гипноза не осталось. Махание руками, шагов, властного голоса, властного ведения. То, что тебя ведет гипнотизер, а не ты идешь за инфодайвером, да? То есть все, все, все не так, как в гипнозе. И это интересная штука. А ты готова была приправить инфодайвинг чем-то другим? Приправить? Угу. Мало ли там какой-то дядя хорошо рассказал о чем-то. Ну это знаешь даже, во-первых, во-первых, если уже появляется дядя, то тогда уже это тоже не об инфодайвинге. Потому что вот по дайвинге ты идешь вглубь, вглубь, вглубь. А если уже дядя, то ты уже вышел куда-то, где-то уже словил. А как мы обычно? Мы обычно берем в погружение информацию, а потом случайно находим во вне какие-то подтверждения. А то, что говоришь ты, это уже обратный процесс. Но вообще, когда находим подтверждение того, что досталось внутри, это же кайф. Это вот про это счастье. Это, это, это кайф, кайфовый. Когда ты достаешь из, и ты знаешь, что ты достал это из себя, не откуда-то. А то случайно ты находишь где-то. Это просто ты понимаешь. Вот оно, это знание. Это знание так есть. Вот это сила. Слушай, ну у нас очень много, когда мы достаем из, ну вот глубин, глубиннейших подсознания, да, и мы начинаем доставать египетские темы. У тебя никогда не возникала мысль вообще о нашей адекватности? Ты знаешь, уже в последнее время нет. А поначалу было? А поначалу было, конкретно было. Ну как-то даже, даже сам в себе где-то иногда, ну когда вот какие-то вещи, ты понимаешь, что ну ладно. Ну знаешь, как, как это, как это, ну глюк, какой-то глюк, глюк, глюк. А в последнее время уже все, нет этого глюка. Ты просто знаешь, когда ты достаешь из себя, то ты достаешь из себя. А когда у нас Египет возник, он вообще возник ниоткуда, вдруг внезапно, вспомни. Вдруг, вот в одном из погружений он вдруг выплывает. Конечно, возникает такое, это что, о чем это? Ты знаешь, вот если братья Египет, да, то у меня вот как воспоминание висит наше последнее погружение. И до сих пор оно еще находится в осознавании в таком глубинном. И, ну вот сегодняшнее, когда у меня стоит вопрос вот к египтологам, вообще к людям науки, людям знаний, да, те, которые изучают надписи, фрески египетские и так далее. Ребята, почему вы не задали вопрос или не нашли действительно ответа на вопрос? Почему египтяне, вот они же умные люди были, зачем они делали саркофаги, и почему именно такой формы саркофаги, и почему именно из золота, и зачем они туда упаковывали людей, и зачем надо было сохранять трупы людей? То есть, понимаешь, я раньше не задавалась этим вопросом. Я сегодня возьми и спроси вот после загрузки у мужа, у меня муж вообще такой критик, критик критиков, да, вот вообще трындец. И вот к этому критикующему объекту я обратилась с вопросом, вот задавался ли он таким вопросом когда-нибудь? Он мне так сидел, поразмыслил и говорит, ну они просто хотели сохранить физическое тело, ну вера у них такая была. Я говорю, подожди, ну вот вера такая, для веры, наверное, у веры должна же была быть какая-то теория подоснова. Вот почему именно такая вера? Вот почему именно эти саркофаги? Почему именно все так? И получается, что, ну, возможно, мы, да, ответа нет, возможно, мы его не знаем, потому что мы не египтологи, да. Возможно, египтологи имеют более глубокие какие-то развернутые ответы. Но у меня еще в теме Египта второй вопрос стоит из актуальных, да. Вот мы видим там те же самые операции, то, что делались, да, на табличках, действительно там оперируют, делают. И сразу говорят, когда ведут там экскурсию, показывают на эти фрески и говорят, ну вот здесь вот так занимались мумификацией. А на самом деле, когда мы видим некоторые вещи на этих картинках, мы понимаем, что 5000 лет назад в Египте были люди, которые могли лечить людей, проводя такие операции на физиологии. Но эта физиология была в их сознании. То есть вот те вещи, которые мы сегодня знаем и понимаем, что они согласуются с работой, с подсознанием человека, именно с работой с физиологией, но через сознание, да. То есть это, с одной стороны, операция, но ты при этом не потрошишь физическое тело, оно при этом остается целым. Но ты при этом работаешь в его подсознании с этим телом, и это тело потом выздоравливает. А вот эти вещи мы сейчас делаем. Почему я так спокойно об этом говорю? Потому что мы сегодня это научились делать в инфодайвинге. И наша работа, нас кто обучал? Откуда мы брали, из каких слоев психики мы брали информацию? С египетских. Вот то есть, и когда вот мы залезли в эти саркофаги, и сегодня, я не буду оглашать этот ответ на вопрос, да, про саркофаги, но в психике есть огромное поле, где есть ответ на этот вопрос, и он тогда проливает свет, зачем египтяне это делали. И этот ответ есть в подсознании каждого человека, именно в подсознании. На очень большой глубине. И тогда становится понятно, зачем и почему только богатые люди это все делали. И вообще, кто те люди, которые делали, какими качественными они должны были обладать, чтобы это было возможно. Я имею в виду структуру психики. То есть, на самом деле, когда в подсознание входишь, глубины подсознания могут изменить взгляды как на историю, опять-таки на ту же самую генетику. Так и на культуру, на науку, на все. На все абсолютно. И это будут совсем другие взгляды. Но сегодня, если говорить то, что мы знаем, и то, что мы видим в подсознании, да, мы с Альфа-Центавра. Добро пожаловать на Землю. Вы сумасшедшие. Да, да, да.